вот тут я сделал один как бы можно сказать несколько шагов даже может быть он и и выиграл я потом обратно пошел сделал по-другому вот теперь у меня королева и король тут он долго думает поэтому тут уже понятно что вот можно мат построить просто он долго очень думает поэтому этот не буду ему дома-то доводить тут покажу где тут я ошибку сделал это десятый уровень вот последний самый очень долго думает вот там как-то похоже 5 сглупил ему вот тут надо было по моему идти королем вот тут вы может быть если бы тут подошел да я тогда было тут где-то крутился наверное так бы мог бы избежать мат он пошел вот этой пешкой вперед я сбил его пешку и все потом 2 пузо потом вторую сбил если бы он тут пошел я допустим иду тут он тогда может тут идти я иду тут он тут мне может тебе тогда тут не может здесь тут не может не может тут не может может тут то есть куда либо может спешка если он или от спешкой люби пешку эсген он идет этой спешкой тогда я бил эту спешку если он идет тут я тогда иду тут и потом билет пешкой потом это потому и вот безвыходная ситуация получается поэтому вообще-то и правильно может что тут как мы лучший ход но вот как было когда когда я проиграл бы вот если бы я не вот этой пешкой пошел один шаг как подошел если я вот тут иду тогда я проиграю либо ничего будет либо проиграю если там промыргает так посмотрим что получится он тут идет все-то мне наверно надо этой пешкой идти иначе я проиграю потому что если ей и вот она до этой пешки тогда еще и я выбираю тогда я иду тут потом я куда ему идти как тут я тогда иду тут вперед и тогда я могу наверное догнать пешку вот так и ну я вот 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 этой пешкой не шел поэтому потом он сбил мою эту пешку и эту пешку и потом как бы ничего было но он тут умудрился вперед залезть и мне как бы нужно было отступать и тогда на эту спешку мог захватить и так как у него король король перед пешкой был первый поэтому у него тут он выиграл бы вот я иду тут и и теперь ничто мне не мешает догнаться до королевы тут не может тут не может он тут идет я тут иду там ну не ты подлежку. остается это и тут идти не мотать назад одеть и вторую пешку он бьет эту пешку спокойно довожу королеву тут он не может идти тут не может тут идет я могу две королевы вести за двумя они успеют так что почти я не вы не выиграл 10 уровня так несколько ошибся вот он тут идет иду тут если тут идет я тут иду а с королевой и королем не составляет проблему поймать короля поставить ему мат слоном и королем или с конем и королем невозможно поставить мат потому будет ничья вот у меня королевы все ему же по сути мать если только где-то по то не устроить а вот если бы я этой пешкой не пошел если бы тут он бьет пешку тут иду бьет пешку тут иду бьет пешку тут иду бьет пешку пешкой не могу идти так получается и вот так сперва шел он тогда этой вперед идет и потом он меня загнал в общем я проиграл я тогда потом шел в этой вперед не надо бы вперед вести посмотрим если я буду вот эту вот бить что получится я не могу нигде в тугу место идти если я иду тут он гонит вторую пешку ладно если тут он бьет эту первую пешку и тут если бы он бьет мою вот я вот так сделал вот тут в принципе ничья я подогнал эту пешку вперед а зачем ее угнал а ну да он все равно защитит свою эту пешку поэтому мне потом пришлось подогнать вперед я на два шага сразу подогнал вот вот так если теперь возле этой пешки крутится не не ну а тут где-то не вставать тогда он победит но попробую показать этот нюанс мне мало можно думать потому что он много думает пока он думает я могу вот мне нигде не остается идти как тут он конечно вперед вот тут подойдет вот если я делаю и тут ему шаг я не помню как лишь наверно назад от шоу надо вы не сниму шаг вот он тут хитро другой ходит если я вот тут не отойду тогда я проиграю вот я допустим тут иду и теперь мне нигде не остается как назад отойти он подойдет к моей пешке теперь нигде не могу идти тут ну и посмотрим если король впереди тогда уже маты избежать нельзя если бы пешку было бы впереди тогда кончилось бы все паттер вот тут долго будет все длиться это мы не знаем это стоит проверять но вдруг паттер закончится может и проверим вот тут наверно пойдет может и тут вот тут и и и и и и и Продолжение следует... Теперь пешкой вперёд подойдёт. А нет, он хочет, чтобы я отошёл. Видимо, и потом тогда... А может тут уже не чья. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот пока тут грузится, а он тут подошёл. Попробую, если держаться в концепции, как ближе к пешке, чтобы... Пока тут грузится, я нарисую одну схему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тут подошёл. А вот, всё. Наверное, ничья будет. Ну, теперь, если тут подойдёт, то... не 5 так ходить будем может у него тут выигрышную позицию просто шариков не хватает что тут довести до выигрышный вот как установка руслана который на разряднике работает вот тут это медная трубка один и и конец идет на землю земля нет тут вот у него много конденсаторов этих мимо 7 или сколько тут все они включены последовательно один их конец входит вот тут в трубку второй конец тут тут т.д.к. стоит тут от него высоковольтный конец потом там вроде бы есть резистор какой-то хотя по сути он там не нужен это это руслана такой выпендреж скажем такой или эксперимент ему так захотелось и резистор идет на конденсатор это вот конденсаторы второй конец конденсаторов идет тут где-то у него разрядник на разрядник второй конец разрядник идет на землю в этот т.в.с. 19 килогерц частота как писал руслан когда пробивается разрядник тогда появляется тут его колебательный контур в этом месте и начинает тут как колебаться колебания как в колебательном контур во время пробива разрядника некоторое время и вот от этой емкости конденсатора индуктивности вот это его медные трубки зависит сколько они времени в какой частотой они будут колебаться не будет колебаться потом у него тут катушка стоит кто так намотан сперва у него под низом тонкая катушка вот пусть это и будет тонкая она идет она идет на трансформатор ферритовый трансформатор вот у него пушпул на транзисторах тут плюс 24 вольта качает пушпул тут транзисторы вот похоже ничья с тем дальше идет катушка это вентиля там и и вроде бы три слоя всего это не влезет только нарисовать как я насколько я заметил сперва идут два слоя потом эти боковые все в одну сторону мотать просто может меня получилось что выглядит как не в одну один конец этой катушки выходит на землю и на нагрузку и второй на лампочки вот он один киловатт как одну лампочку нарисую вот один из земли идет второй эту катушку вот он уже совсем сдался на ничью пошел но геймдрав ничья ваду и он туду ретурным контролем огонь гейм испугался и уже хотел сдаться и думал он выиграл просто мог все ничего закончить а если я допустим вот тут иду и вот такая у него схема простая тут тоже тдкс питается наверно постоянно может и пачками там с 25 герц тоже 24 вольт там общая система потребления где-то он показывает 2 или сколько или 3 амперы 24 вольта вот такая простая схема до безобразия где-то 75 76 килогерц идут идут треугольники двухполярные и все и монеты вторички тут где-то 24 вольта тут там тут где-то 120 вольт скажет переменки вот идет на этот тонкий лаковый индуктор который под низом намотан от этой всей катушки вот ничего тут сложного нет схема как говорится простая как он писал подстраивать нужный разрядник ну и вероятно вот эти конденсатор подобрать подбирать вероятно общая емкость такая с этим индуктором чтоб резонанс был вот этого всего на 1 из 6 мегагерц на такой частоте примерно а может не на такое вот на как какая вот частота вот этой вот катушки какая-то резонанс на или еще какая-то который нужно попасть вот тут вот этот индуктор тут никаких вас сверх единицы по идее не происходит в этом трансформаторе скорее я иду тут тут он наверно проиграет индуктор он в конференции говорил что не надо заземлять в одной ни в коем случае так я предполагаю что индуктором тут не за земля и вот тут в индукторе как бы нет никаких сверх единичных токов вот в этом в этой катушке вот получше вы знать чтоб курсор лучше был виден вот тут нет никаких сверх единичных токов нормальный слабенький ток идет по моему потому что тонкий провод тут он бы если был бы там сверх единичный ток тогда тут напустим тут 120 вольт и и тут нужен сумасшедший ток чтоб допустим если 300 вольт тут все равно такой тонкий индуктор вот нужный сумасшедший ток чтоб 1 и 5 киловатт из зажечь по моему и тут бы сгорела вот вот и эта обмотка бы сгорела вероятный пуш пульная сгорела но если вы тут уже появляется сверх единичных допустим это сгорела бы вот этом бы сгорела а так как это все не горит то сверх единичные токи появляются только вот тут в этой катушке все поэтому индуктор можно тонким мотать тут пушку как бы вообще насколько думал он никак не связан него можно слабеньким делать поэтому капанадзе с банкой там 2000 вольт он тоненькие провода идут поэтому потому что по тех проводах еще нет сверх единица не идет по них от от источника питания того блока питания как тут сказать от того инвертора не идет сверх единичный ток а трансформация атоматор этого инвертора там обычно идет слабенький ток потому те провода и выдерживает тоненькие провода идут там в банку а серед ферси единичный ток получается уже на той съемной оранжевой катушке поэтому она такая таким толстым проводом намотана уже не те то есть как капанадзе схема вот тут банка тут идет белая катушка под низом вроде бы идет на землю тут идет припай на крышке банки белая катушка 220 вольт идет тоже крышки банки я предполагаю это только тут уже тоненьким проводом идет припаянных банки от того трансформатора потом оранжевая оранжевая все я наверх лезу уместилась вот тут вероятно вот так идет и потом вот так и там уже ничего нет вероятно еще вторая половинка но там я не уверен может ее нет просто у него слип провода было слишком много провода намотал так он потом обратные витки до мотала тут и потом уже так ну так через чтоб весь провод мотать что просто его не резать мне кажется скорее так у него чем вот вот эту вот фигню он наверно не мотал этого наверно нет ну допустим есть один конец идет на лампу не помню какой или этот или тот лампу второй конец лампы идет на землю второй оранжевый входит в банку видно как он входит в том банке есть переключатель этот переключатель этот переключатель переключатель можно его тоже толстым нарисовать ну ладно тонкий вот это которую они там переключает тоже 220 идет в банку вот таким тоненькими проводами этот переключатель большие токи не переключает он тоже вот это до сюда вот нет сверх единицы тут обычный слабый ток вольт идет 50 герц от инверт от инверт от инверт от инвертора слабые слабые токи и там прямоугольники может он трансформаторный тот инвертор не знаю там скорее прямоугольники меантры идет от него да он так хочет прокрутиться надо мне было сюда наверхить так тут большого тока нет видно что тут вот этого вся катушка еще не идет вот тут он набирается ток в этой катушке он идет вот идет 220 с малым током тут он начинает набираться набираться и тут уже выходит большой ток он потом выходит и идет на землю вот в земле возможно тоже больших ток но не знаю точно вот потом вот эта белая катушка тут тоже вот 220 вольт входит покрышки банки возможно белой катушки нет а просто провод напрямую тоже слабый ток идет но потом подсос либо из земли идет либо вот тут в катушке этой вот белой он преобразуется в большой ток и уже вот тут входит слабый ток а тут уже при получается накапливается большой ток и уже вот тут на этом конце получается большой ток на лампе и вот эти катушки я думаю вот это вот и оранжевые намотаны безиндуктивно чтоб ну капонадзе так всегда мотает в 2007 видео видно как намотаны они безиндуктивно там две катушки такие намотаны на лаковые проб катушки ну это может не столь важно как они намотаны просто тут чтоб не было и потери в индуктивности если большая частота то будут еще в потере в индуктивности а безиндуктивности не будет никаких потерь уходит они друг другу уничтожают поля не будет ничего ну вот ему тут уже похоже конец и потом у него разрядник как и у Руслана я так думаю у него это индуктивности индуктивности и вот один конец идет через разрядник на землю второй конец какие у руслана наверное вот на конденсаторе тут у него источник высокого напряжения в банке такой нарисую отключается постоянного напряжения тут высокое напряжение идет там диодный мост или диод потом идет на конденсатор какой-то который резонансный есть вместе с индуктором допустим плюс идет тут индуктор минус идет на землю ох какой он хитрый он бьет и я уже не догоню его тут на конденсаторе там где-то 10 нанофарад наверно и где-то 3000 может вольт на нем набирается и потом когда пробивается разрядник вот между конденсатором и и вот этим индуктором получается колебательный контур во время пробоя я некоторое время колебаться какиру и руслана также танкопа надо говорить что у него тут 50 герц возможно примерно на 50 герц и настроена что попадать будет в тактом по меандру там где-то мили где-то еще это неважно наверно вероятно вот тут стоит транзистор вот на этом высоковольтном источнике свой транзисторы хватит два такие похожи на транзисторы там на радиаторы 50 возможно этом бутафори это просто лишние детали чтобы запутать ну все и так не догоню его что мне кто-то звонит вот продолжаю записывать звонили мне все его тут не догоню так мне нужно идти как бы вот так как на закатил руслана я думаю тот же принцип если руслан на этом принципе построил только капоназа пропускает энергию через катушку раньше руслан тоже пропускала 28 витков не все нормально тоже работала только тут он надо пропускать не 28 там не в какой-то гибрид делать все пропускать а трансформатора тогда то что по до что получишь нет никаких там трансформации нет никаких потерь и сложности все упрощается лишних катушек нет вот не нарисовал что нижний конец который он идет на землю тут где-то ножек много и одна из них может это та которая самая высоковольтная но тоже на землю идет чтоб заряжался все конденсаторы вот через эту индуктор вот эти конденсаторы заряжались пачка их все если так и не успел эти нужно мне тогда было не тут иди кого тут и тогда я наверное успею его побить а если вот тут пошел то не успел вот тут вероятно капоназа зазором разрядника и подбором вот этого конденсатора тоже настраивает и руслан и вот это совпадает с тем что капоназа говорил знаешь как это все сделано смеяться будешь он действительно тут вот ничего сложного нет просто вот как это все настроить чтобы руслан было хорошо сила грамма показал как без прибавки какая сила грамма на выходе из прибавкой как меняется сила граммом когда нет прибавки когда она появляется на лампе как там вырастает прямоугольники можно делить или один здесь и типам поставите прямо на лампу пос повесить ничего не сгорит и нужно правда за разрядником может и страшнее сила граф цеплять минусовой конец на минус лампам будет если стесла и так там можно спокойно цеплять там ничего не должно сгореть если тем более сила граф за землю новых европейских розетках там заземление есть и вот на индукторе тоже можно вот тут в этих вот точках включить сила графе посмотреть тоже как тут будет что меняться без ногу без эффекта 7 то есть без разнерядника либо без теста без трансформатора тесла из трансформатора тестера когда идет прибавка как меняется вот амплитуда а нагрузка может быть та самая включена постоянно нагрузка и чтобы яркость видно было как изменяется вот это самое главное что просто он бы показал иначе все что он остальное там рассказывает ничего не дает или почти ничего не дает нужно самому увидеть как все этот прирост происходит а не чтоб передавать словами как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать но вероятно руслану жалко это все рассказать показать прямо потому начинает говорить включайте мозги все рассказал все дал но не то что люди хотят а то что сам хочет сказать кое-что рассказал то что люди просят но больше то что сам хочет рассказать но больше то что сам хочет рассказать и потом не понимают почему люди не понимают потому что не то рассказывает что хотят люди что сам хочет рассказать не надо считать людей за дураком что им надо давать только то что ты сам хочешь видать они ничего не сообразят они такие глупые им нужно давать только то что ты видишь нужно дать если дальше чем то что они просят они ничего не сообразят запутаются ничего не сделают так не надо думать надо дать свободу выбора если просят и надо дать тогда тем более порадуешь их сердце а так если делаешь то что сам хочешь то радуешь только свое сердце себя радуешь вот он уже понял что ему тут уже конец мне надо идти тут вероятно либо ничья будет либо ему конец наверное если я вот тут королем подойду вперед потом вот тут потом тут тогда он уже тут не сможет переплокировать тогда ему конец будет вот тут не сможет добраться уже до этой пешки и вот этим королем вот тут заблокируем и тут есть вот он идет так посмотрим он до пешки не успеет добраться поэтому нужно мне сперва королем заблокируем наверное мне идти надо не буду я тут уже экспериментировать а и всю игру надо показать вот буду показывать всю игру тут я думаю у меня было несколько разных шансов его победить потому что он тут уже сразу как-то не очень умно все выставил как-то странно у меня уже сразу спешек было в самом начале больше а тут я эту пешку бью меня больше пешку это посередине вот у меня все тут хорошо закрыто у него там не очень хорошо закрыто вот я коня ему отдал какой-нибудь хуже чем слон все такое и вот я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...